На самом деле, вам придется нас некоторое время слушать, мы специально так все сделали. Показываем будем сильно позже, поэтому у вас уж наберитесь терпения. Мы некоторое время будем издеваться. Издеваться мы будем не совсем таким способом, мы будем рассказывать. Какая-то была замечательная игра, что действительно в свое время это был прорыв. Так, вы помните, то включайте. Я тут, понимаешь ли, готовлю. Ну ладно, в свое время, там 10 лет назад, случился прорыв российской игры на С3. Это был такой ноу-хау, который мы придумали. Это был первый ноу-хау, за счет которого Невал выжил в те далекие времена 96-98 года. 98-й был наиболее актуальный. Ноу-хау заключалось в том, что... Это тоже не из нашей игры, на всякий случай. Заключалось в том, что мы решили сделать первый раз проект мирового уровня. Несмотря на то, что команда была маленькая, то, что это был реально такой первый проект, на который мы замахнулись. Но уже тогда мы все грезили онлайн-играми, там были первые маты очень популярные. Еще Ultimate Online даже не вышло. Где Meridian 79 уже вышел. И мы бегали по издателям, говорили, давайте же мы сделаем онлайн-игру. Но это уже много раз история перепечатана, поэтому я так очень вкратце сформулирую. И все говорили, да-да-да, конечно, но может быть в следующий раз. И вот, тем не менее, мы смогли получить замечательный контракт с компанией Book'а на разработку первых олонов. И они действительно стали популярны. Но мечта делать онлайн, она сохранилась. Популярны они стали настолько, что практически во всех ревью, которые выходили по всему миру, нас сравнивали то с Warcraft'ом, то там русские идут, то еще что-то. И это было уникальное смещение жанров. Но, опять же, в глубине мы хотели развить эту вселенную до эпического масштаба онлайновой игры. И, честно говоря, носить этот груз на душе было достаточно тяжело, потому что, по мере того, как мы смотрели, как растут бюджеты онлайновых игр, вероятность того, что в России, в принципе, можно сделать что-то подобное, она уменьшалась. И внезапно тогда мы поняли, что мы дождались его шанса и начали разработку олонов онлайн. Собственно, вначале было очень много вопросов, куда же двигать этот проект. Предлагаю уже перейти к следующему. И одним из фундаментальных принципов, которые мы заложили в основу этого проекта, заключался принцип free-to-play. И у нас было очень много колебаний, то есть в суббот, нет, в воскресенье, там немножко еще буду рассказывать о своей лекции, как на дожды до жизни такой, но это действительно был очень рискованный шаг потратить, ну, сумму она уже тоже много раз озвучилась, там, порядка 12 миллионов долларов на разработку проекта, который будет раздаваться бесплатно. В общем, я подчеркиваю, вообще бесплатно, то есть даже если вы будете покупать коробку, в коробке обязательно будет находиться внутриигровая валюта на сумму, на ту сумму, которую эта коробка выстоит в ритейле. Игра будет доступна для скачивания в интернете. Мы будем распространять всевозможными разумными, неразрунными способами, то есть мы во все, что движется, стараемся, а воды распространить. Если она не движется, мы пнем и тоже распространим. Идея сама по себе революционная и следует из пары идей, которые давно летали в воздухе, а в первую очередь то, что... То есть несколько лет назад была сформулирована идея, то есть все, что может распространяться цифровым образом, будет распространяться цифровым образом, а контент, в общем случае, игры, тем более, сейчас очень хорошо подходит под этот тест. И второе, это то, что... Все, что будет распространяться цифровым образом через какое-то время, будет распространяться бесплатно. И совместив эти два тенниса в один, мы получаем, что все, что может распространяться цифровым образом, будет распространяться бесплатно. Иными словами, все игры, которые мы делаем, через некоторое время будут бесплатными. И несмотря на то, что этот тезис кажется немножко сумасшедшим, но мы же опять же пытались его доносить, и еще будем продолжать его доносить, основная идея заключается в том, чтобы зарабатывать с миллиона пользователей по доллару, чем даже со 100 тысяч по 10 долларов. И эта модель, она очень понятна, как только вы встаете на эту позицию. Потому что, по большому счету, удивительное качество того, что мы делаем, это способность его легкого тиражирования. И то, что мы пренебрегали этой способностью, выставляя ценник в 50 долларов на Западе, или в 15 долларов, или в 20 долларов в России сейчас в последнее время уже, на то, что мы делаем, во многом ограничило ту аудиторию. А мы же все хотим, по крайней мере, все есть присутствующие заинтересованы тем, чтобы игры стали мейнстримом. Но чтобы они действительно стали, нужно отбросить весь страх, отбросить всю неуверенность и сделать некие вещи, которые никто до этого не делал. Но, естественно, осознанно, потому что там разрабатываем, мы изучаем весь опыт, и корейских моделей, и китайских моделей. Тем не менее, то, что мы хотим сделать, мы хотим сделать национальный проект, который получит максимально широкую аудиторию, которая будет бесплатно распространяться. А потом, с помощью дополнительных услуг, находить какие-то способы монетизации этой аудитории, которая построена. И в связи с тем, что она огромная, денег, которые нужно собрать с каждой конечной пользы, для нас очень небольшое количество. В общем, вот это тем, как бы, базовые идеи, которые лежали дальше в голове с точки зрения бизнеса. Теперь я совсем, как бы, передам слово и расскажу, тоже немножко поучаствую, в освещении того, каким же, как бы, креативным решением мы приходили, и почему этот проект делается для русского рынка, и почему он здесь будет максимально популярным. Ну, собственно, еще раз иллюстрация в ПТП. Пропускаем. Все достаточно сложно выступать после Сергея Ромского. Итак, Астрал. Астрал — это основополагающий сетинг от вселенной Алодов, начиная с самой первой игры серии. Но именно в Алодах Онлайн впервые игрок сможет путешествовать напрямую через Астрал, увидеть его и понять, собственно, его природу. Потому что Астрал — это очень удивительная магическая субстанция, но это больше, чем субстанция, это больше, чем энергия. Это можно сказать, что это еще одно измерение, это еще одно пространство, это условная начинка и основа всех миров. Если использовать термины квантовой физики, можно сказать, что Астрал — это некая суперпозиция, где можно встретить буквально все. И понятно, что в Астрале, конечно, в основном встречаются искажения мира Сарнаут, мира Алодов Онлайн, но в то же время там можно встретить куски, фрагменты и других реальностей, в том числе реальности нашего славного мира, миров, о которых игроки до этого читали, видели, слышали, играли. И что это значит? По сути, Астрал — это значит, что игрок никогда не упрется в край карты, это значит, что игрок никогда не сможет с точной степенью уверенности сказать, что именно ждет его в следующем астральном путешествии, даже если он уже опытный астралонавт, потому что все равно здесь можно... Здесь очень много непредсказуемости, здесь очень много многовариантности развития, и это тоже черта национального проекта, потому что мы с вами знаем, что русские игроки, мы всегда требуем свободную концовку, мы всегда требуем множество вариантов развития сюжета, геймплея и так далее. И вот именно для национального проекта Астрал, он воплощает всю эту свободу, которую так давно хотел отечественный игрок, русский игрок. И понятно, что астральные путешествия, они очень сильно и навсегда изменили мир Allodov Online, то есть сама возможность путешествовать напрямую через Астрал. И сейчас я хотела бы рассказать вам о том, как, собственно, был найден этот способ, как было обретено это знание. И стоит отметить, что, подобно тому, как многие великие открытия нашего мира случились абсолютно случайно, то есть мы с вами знаем, что Ньютону на голову упало яблоко, Архимед Севозмегу с разбегу прыгнул в ванну. Точно так же и возможность путешествовать напрямую через Астрал, это чистая война случайность. И вот как об этом повествуют легенды Сарнаута. Мой герой — это представитель одной из раз за дворок Астрала, условно говоря, маленький, никому до этого толком и неизвестный народ. Он вошел в историю как Свен Астральный Рыбак, но в то время его звали просто Свен. Или Свин за его любовь к чрезмерно горячительным напиткам. И так однажды Свен собрался на рыбалку. Но супруга у него была очень строго и авторитетная, она сказала, что ни на какую рыбалку его не пустят, и что он опять напьется и никакой рыбы не принесет. Поэтому отобрала у него удочки, забрала их в чулане и велела сидеть ему дома. Но Свен, как истинный сын своего народа, был упрям. Он все равно выскользнул из дома. И, зная протеста против произвола супруги, он пошел в ближайшую каверну и напился в древеске. После чего он понял, что если он сейчас в таком свинском виде вернется домой, то его ждет просто ужасная расплата и семейный скандал. И единственная возможность избежать этого — это пойти таки на рыбалку, наловить такие рыбы и вернуться домой победителям, которых, как известно, не судят. Поэтому он на подгибающихся клапах, он спустился к реке, он сделал себе удочку из подручных материалов, срезал веточку, нашел жалую иглу для крючка, нашел камушек подходящей формы и размеры для грузила, забрался в лодку, забросил удочку и, конечно же, заснул пьяным сном. Когда он проснулся, он, наверное, протрезвел, потому что его лодочка висела на краю, за краем молота, она висела в Астрале, а тогда все знали, что в Астрале нельзя находиться, Астрал сразу же поглощает тебя, и ты не можешь оставаться в нем живым. Тем не менее, Свен был абсолютно жив. И он увидел, что тот самый камушек, который он использовал для грузила, переливался всевозможными цветами и как будто бы своими лучами оплетал его лодочку от опасности Астрала. Он прижал этот камушек себе, на непротых лапках до греха берега, и побежал в деревню рассказывать об этом чуде. На следующий день вся деревня ходила по пояс реки в поисках подобных камней. Еще через день все начали активно строить лодочки и подтаскивать в них весь свой кар. И еще через неделю мне деревня опустела. Так началась эпоха астральных путешествий. И именно так эта раса, этот народец, который до этого мало был кому известен из народов лодов онлайн, он распространился на все лоды, и в нашей игре он будет представлен играбельной расой, но об особенностях астральных путешествий мы расскажем вам позднее, когда будет время. А сейчас хотелось бы вернуться, собственно, к астральным путешествиям. Итак, астральные корабли. Собственно, как устроен астральный корабль? Мы видим у него паруса. Эти паруса, они забирают магическую энергию из астрала и направляют ее в аккумулятор, который в свою очередь направляет эту энергию на все другие установки корабля. В первую очередь это навигационное устройство, это радар, потому что навигация в Астралии это достаточно сложная вещь, там происходит множество аномалий, пульс, стихий и так далее. И именно этот радар, именно навигация тоже очень важна. Это, конечно же, всевозможные пушки и защитные установки, потому что путешествия в Астралии очень опасны. И, наконец, это ремонтный блок, который позволяет производить какие-то мелкие ремонтные работы, чинить повреждения корабля, полученные в путешествиях или в бою. Все эти судовые роли, они, конечно же, не привязаны строго к геймплейму, то есть игроки могут между собой, словно говоря, менять, если один из членов экипажа пал в бою, то кто-то еще бежит на его пушку. Но, тем не менее, понятно, что именно слаженные, эффективные действия команды, они приведут к успеху, к победе, к захвату астральной добычи и, наоборот, к отражению нападений астральных пиратов. Потому что путешествия в Астралии, это в том числе и астральные битвы. И это битвы не только с астральными монстрами, которые, кстати, вы увидите в большом... много разных типов, видов, размеров астральных монстров, поджидают игроков в Астралии. Но самые страшные противники, которые вы сможете встретить, это, конечно же, другие игроки. Потому что, подобно тому, как эпоха Великих Открытий на Земле сделала доступным сокровище дальних земель, например, золота южноамериканских цивилизаций, точно так же и эпоха астролографических открытий в мире алодов открыла доступ к сокровищам, артефактам, богатствам, древним свиткам знаний, которые до этого хранились на дальних алодах, которые уже канули практически в забвение, и, наконец-то, появился способ их снова достать. И поэтому, когда команда возвращается из своего тяжелого рейда, когда все расходники уже практически потрачены, когда какие-то члены пали в неравном бою, но им все равно добраться, взять и захватить эти астральные сокровища, это не самое сложное. Самое сложное — это довезти их домой, потому что вас могут поджидать другие игроки, которые, конечно же, жажда легкой добычи. Астральные пираты. И эта ПВП-составляющая, она, конечно, тоже является одной из ключевых особенностей нашей ПВП-модели, одной из ключевых особенностей, собственно, нашей игры, но в то же время это не просто фича, потому что мы можем всеусственно сказать, что в «Володах онлайн» можно грабить параваны. Можно грабить параваны, да! И это уже не просто фича, это уже тренд. И что касается трендов, я передаю слово Михаилу Батерину, ведущему идеологу проекта, он расскажет о них подробно. Добрый вечер. Собственно, о трендах, не о идеологии. Наряду с двумя такими важными составляющими любого игрового проекта, как техническая его часть, техническое исполнение, и, собственно, геймплейная часть, механика и все остальное, есть еще одна равнозначная, наверное, по важности с ними — это, собственно, сетин. Это, собственно, мир. И если мы говорим о трендах, то мы можем сказать, что жанры классического фэнтези, какими они, собственно говоря, сформировались в самые сытые и спокойные годы буржуазной Европы, они, в принципе, становятся все менее-менее актуальными, потому что мир, который окружает нас, становится все более и более динамичнее и интереснее. И для того, чтобы те миры, которые мы создаем, были действительно живыми, нельзя строить очередной раздушный замок, основываясь на фундаменте из очередной пустоты. И этот мир, этот виртуальный мир, он должен быть напитан живой кровью для того, чтобы он был действительно живым. Для того, чтобы он существовал и действительно захватывал игроков. Потому что, собственно говоря, изначально все это так и создал Спид Толкин, создавая Средиземью, он делал не какое-то уютное пространство для побега великовозрастных ископистов деревянными мечами в плащах из бабушкиной шторы. Он рассказывал историю о долге, о месте человека в истории, о очень сложных и важных вещах. Он ставил те вопросы, которые каждый человек должен как раз в жизни поставить перед собой и дать себе какой-то ответ. И мы также считаем, что сказки должны создаваться так же, что у взрослых людей должны быть взрослые сказки. И они должны основываться на том, что уже есть в сознании, о том, что есть в культуре, что есть в душах людей. То есть на тех самых глухомных словах, иллюзиях, переменесценциях, которые мы активно будем применять на «Алода онлайн» для того, чтобы рассказать вам нашу историю. И поскольку «Алода онлайн» — это игра, которая ориентирована в первую очередь на российский рынок и на российского игрока, то и отталкиваться мы будем, в принципе, от понятия, от образов и от культуры, понятной российскому игроку. И лучше всего это можно продемонстрировать именно на примере главного, сюжетнообразующего, можно сказать, конфликта «Алодов онлайн» — это конфликта «Лиги империи». Двух фракций, во главе которых стоят Канья и Хадаган. То есть потомки некогда единого народа, которые разошлись в своих взглядах на жизнь и теперь строят будущее для всех, исходя из собственных соображений. И, в принципе, все они тоже достаточно близки русскому игроку. То есть с одной стороны это Канья, это конфедеративное государство свободных людей, что-то вроде такой в Квазиросийской Швейцарии, и с другой стороны Хадаган. Это тоталитарное государство, но граждане, которые точно так же верят в свою светлую цель, верят в руководство, которые готовы пожертвовать всем ради общей великой цели, точно так же, как в Канице, готовы пожертвовать всем ради собственной свободы. Ну, на самом деле, время у нас уже на самом деле достаточно сильно поджимает. Хочется рассказать очень о многом, но, к сожалению, сейчас для этого, во-первых, наверное, нам не хватит времени, чтобы рассказать обо всем и подробно, а во-вторых, действительно, мы сами еще не знаем, каким именно будет мир Аллодов онлайн тогда, когда через год эта игра увидит свет. Мы можем говорить о том, каким будет игра, но что происходит с этим миром, мы действительно сейчас не можем сказать в полную верность, потому что это, вы можете с честь нас сумасшедшим, но этот мир действительно живет, и мы верим в то, что он живет и развивается, наверное, даже независимо от нас. Мы не выдумываем его, не создаем его заново, мы просто смотрим на то, что там происходит, на то, как там развиваются эти события, но пытаемся их описать, изложить и показать вам, но что там будет, наверное, мы посмотрим все вместе. Ну, мы начинаем, надеемся, что звук нас по пути догонит. Так, руководит нашей ударной группой Ярославна Глебова, скрам-мастер команды Vision. Прошу, иди, тяжело. Привет, аудитория. Так, сейчас мы находимся на дно пуска низких оводов, на котором мы оказываемся после тренировочного курса. Собственно говоря, наша группа успешно его прошла и получила телефон, который позволит нам принестись на окружающие нациологи. Я слышал птичок, кажется, он не нашел работу. Сейчас мы видим, что группа выходит на ближе к астральному берегу, живетные руины, какой-то постройки древней цивилизации джунов, древней расы, которая совершенно много великих подвигах, положив по ужасному проклятию. Собственно говоря, подробнее эту историю можно узнать по где проплитые земли из Сири Алоды. Вот астрал становится все ближе. То есть мы чувствуем отдыхание, мы видим плотки астрального планктона, который начинает как-то еще летать в воздухе. Освещение меняется. Собственно говоря, вот мы уже на астральном берегу. Мы видим осколки разорванной катаклизмом планеты. Это одно из бесчисленного множества ликов астрала, которые никогда не остаются тем же, он постоянно изменяется, приобретает новые формы и порождает новые сущности. Сейчас наша задача не импортироваться с этого бездекринного места и попасть на промежуточную остановку, на маленький островок, возле которого останавливается рейсовый государственный Ганицкий и Торадо, который заберет нас дальше в Ганицкий столице Новограда. Мы оказываемся на хитах на островке. Оказывается, очень вовремя, Торадо цикл подошел. Собственно говоря, вот сейчас перед нами групповой, так называемый, корабль Каньи. По вводам и по дизайну этого корабля его однозначно можно отнести к кораблям Лиги. Это групповой корабль, то есть один из кораблей среднего класса, который вмещает на себя группу порядка 10-15 человек и уже способный ходить в глубокий астрал. Помимо этого, выкреплены маленькие астральные кораблики, яркочки, которые способны путешествовать в прибежном астрале и большие галеоны, которые могут нести на себе нескольку десятков человек, огромный рейд, внушительную огневую мощь, чтобы я настоящий Патриотер. Мы видим, как Ярославль настрагается красотами. Мимо нас проплывают остатки древних артефактов, созданных великими магами в надежде как-то ограничить свой мир любительное влияние астрала и двигаемся дальше в сторону столицы. Вот мы видим, собственно говоря, солнце этого аллога. На наш взгляд, оно может показаться странным, но ни одного из конец фотосолнца не удивит, потому что это именно то самое солнце, каким его представляли себе всю свою историю жителей Кании, как они всегда рисовали его. Поэтому, выйдя в астрал, они чуть не удивились тому, что вид солнца выдает в точности так же, как они представляли его себе все эти годы. Это еще одна из загадок астрала, которую игрокам только предстоит узнать и разгадают. Да, ну, собственно говоря, солнца других рас, они могут существенно отличаться от того солнца, которое мы видим сейчас, потому что это астрал. Астрал это на виду с тем, что он опасен, он может забрать все, что ты имеешь влечать в жизнь, он может дать тебе то, что ты хочешь. Главное, правильно хотеть. Сейчас мы облетаем солнце вокруг, видим в обратную сторону, так же известную картуна. Корабль управляется, или на самом деле? Корабль управляется, но сейчас мы сидим как бы на электричке, то есть это рейдовые, весовые, досударственные корабли, которые ходят по заранее утвержденному маршруту. Поэтому этим конкретным кораблем управляет ему капитан. Наша команда сейчас в ней управляет, но корабли, которые будут доступны игрокам в игре, разумеется, они будут управлять. То есть будут судовые роли для каждого игрока. Будет капитан, будут стрелки, механики, маги, люди, которые обеспечивают защиту, ремонт и так далее. И гейплей на ты, игрок не будет в это время, зафиксирован, жестко привязан к своему месту. То есть команда может динамично перестраиваться и подменять друг друга на места. Вот там мы видим лесенки вниз на орудийную палубу. Вот, собственно говоря, вокруг нас начинает совпущаться туман, облака. То есть это значит, что мы входим в плотные слои атмосферы, мы входим в облачный слой Аллода. Так мы прибываем к Новограду, столице Канейской Альбии. Сейчас облака рассеются, и справа по борту мы сможем увидеть крепость Орешек, которая в настоящее время захвачена Канейскими сепаратистами, которые продолжают удерживать ее, несмотря на все попытки правительственных войск отбить ее обратно. Послышим, что надежники пытаются отстрелять наш корабль. Вот, и уже удалили дни очертания астрального порта Новограда. Вот мы видим сияющие в основании Аллода астральные камни. Это тот самый таинственный минерал, который позволил использователю энергии для защиты от астрала и для создания манотехнических устройств. Вот мы подчаливаем Новоградском порту. Сейчас мы видим предместие канейской столицы. Собаку порода конец и пиздец. Вот главные ворота Новограда в полице камень, но внутрь мы сейчас наверное не будем заходить, потому что все более важные вещи, а именно отбить у богов мятежников ту самую крепость, которую они все это время так успешно удержали. Мы оказываемся на поле боя возле осажденных крепств. Собственно, враги нас заметили и сейчас мы с использованием насадной техники подаем огневые точки противника и попробуем пройти на штуру. Оборона крепости обеспечивается силами всех серверных флотов. башни разрушены, видим как группа аэрославный идет на пинтель. Аэрославный идет на пинтель. Аэрославный идет на пинтель. Аэрославный флотов. Аэрославный флотов. Дальше. Флотов. Продолжение следует... Осталась последняя линия обороны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...